Военно-исторический фестиваль «Душоновские манёвры» расширяет свою географию и время проведением. В этом году фестиваль пройдёт на Щёлковской земле в 21-й раз и впервые в начале и конце августа. В этом году предлагаются две площадки проведения. Это 3-4 августа территория возле села Душонова, с которой мы сейчас определяемся непосредственно по месту. И в конце августа, 24-25 августа, даты, которые у нас будут с юбилейными празднованиями совпадать, это территория усадьбы Гребнева. В Душонове фестиваль зародился, а в Гребневе реконструкторы соберутся впервые. У Гребневской площадки есть неоспоримые плюсы. Она электрифицирована, имеет водоснабжение и стоянку на тысячу машиномест. Душоновские манёвры – мультиэпоховый фестиваль. В Гребневе будут представлены 9 эпох. Приедут более 500 реконструкторов. Они покажут фрагменты боёв из эпохи Наполеона, средневековой Руси, Петровских войн, впервые на фестивале реконструкция боевых действий в Афганистане и площадка по русско-японской войне. В Душонове состоятся конные шоу, реконструкция русского костюма, выставка военной техники и стрелкового оружия и традиционное шествие реконструкторов. Это всё равно будут различные исторические реконструкции, интересные программы, поэтому мы всех жителей, конечно, ждём и надеемся, что эта новая форма проведения фестиваля станет ещё интереснее, чем прежде. Депутаты определили, что День городского округа и День города Щёлкова отныне празднуется в 4 субботу августа. В этом году официальные мероприятия посвящены 90-летию со дня образования Щёлковского района. Администрации округа поручено определить даты празднования дней населённых пунктов. У каждого он свой. На этом же заседании народные избранники запустили механизм подготовки к выборам нового совета депутатов городского округа Щёлкова. Депутаты выступили с ходатайством перед областным избиркомом доверить проведение выборов территориальной комиссии города Щёлкова. Старое название – избирком Щёлковского района. Дату выборов народные избранники согласуют на очередном заседании 14 июня. Избирать новый совет депутатов потребовалось после того, как Щёлковский район был преобразован в городской округ. По новому уставу совет будет состоять из 25 человек. В числе других вопросов депутаты приняли решение обратиться в региональные инстанции с просьбой проверить состояние обводнённых карьеров Щёлковского рудоуправления. По словам очевидцев, искусственный водоём стали всё чаще засыпать мусором. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково».